Друзья, добрый вечер. Рад всех видеть, рад всех приветствовать. Давайте потихонечку собирайтесь и будем начинать нашу работу. Сегодня у нас весьма интересная тема. Я расскажу о новой линейке продуктов. Это супы, вторые блюда и каши. Они очень-очень оздоровительные. И вот в этих оздоровительных смыслах мы с вами сегодня и поразбираемся. Заодно поговорим именно о ситуациях, нуждающихся в оздоровлении. Как вообще сделать наше питание более здоровым. Вот эти все моменты найдут у нас сегодня ответы. Очень прошу, если возникают вопросы, друзья, давайте оставим время. Я в конце попрошу, вы мне их напишите, я поотвечаю. Потому что если во время нашей с вами лекции, меня это немножко отвлекает. Но, впрочем, настаивать не могу. Если есть потребность, конечно, пишите свои вопросы сразу. Но я просто боюсь, они будут у нас улетать в линейке, да. И я не смогу потом их оттуда вот из глубины достать. Поэтому лучше своим чередом, свое время у нас это время будет. На всякий случай, друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно, как видно презентацию. Презентация у нас очень нарядная сегодня будет. Видео будет, небольшой кусочек. Так что мы с вами, я думаю, время потратим с удовольствием. Напишите, пожалуйста, как слышно. Следует ли мне, может быть, звук добавить или как-то переместиться. Вот. Все, если хорошо, то мы продолжаем. Ну и отлично. Итак, линейка блюд, супы, каши и вторые блюда, общая характеристика, они все обогащены пищевыми волокнами. И первый вопрос, который нам надо с вами затронуть, а почему, а зачем вообще нам нужны пищевые волокна? Причем, знаете, вопрос такой важный. Ну, например, я вам скажу, что пищевые волокна нашими пищеварительными ферментами никак не расщепляются. То есть энергетической ценности для нас пищевые волокна практически не имеют. И тогда возникает вопрос, зачем они нужны. И вы знаете, на этот вопрос в разные времена люди отвечали по-разному. И в частности, где-то в 19 веке преобладал такой ответ, что не нужны они. И тогда их называли даже, знаете, как балластными веществами. И смысла в них не видели. И старались как бы пищу сделать более такой нежной, более рафинированной. Освободить от этих самых пищевых волокон. Но примерно с середины прошлого века парадигма меняется. Мы все больше и больше узнаем свойств пищевых волокон. И сейчас я могу вот с полной уверенностью сказать, я ни одного диетолога не знаю, кто бы мне взялся возражать по сути. Пищевые волокна – это незаменимый фактор здорового питания. Первое. Второе. Пожалуй, это единственный фактор нашего питания, который не имеет так называемой верхней, верхнего порога потребления. Проще говоря, чем больше, тем лучше. Даже, как мы говорим, никогда не бывает пищевых волокон слишком много. Все время можно было бы еще и еще добавить. Причем, знаете, если так анализировать действие пищевых волокон, оно буквально начинается от сортовой полости. Пищевые волокна заставляют нас более дольше, дольше жевать пищу. При этом пища, при этом наши зубы механически очищаются, при этом улучшается выделение слюны, то есть комок пищевой лучше смачивается. И знаете, есть такое даже правило, чем дольше мы пищу жуем, чем больше мы времени проводим за столом, тем в конечном счете меньшим количеством пищи наедаемся. То есть, скажем так, уже здесь на уровне ротовой полости пищевые волокна способствуют более длительному насыщению пищей, удлинению времени пребывания за столом, получению большего удовлетворения от еды. Поэтому на это уже можно обратить внимание. Далее. Пища, богатая пищевыми волокнами, перебирается в желудок. И вот там тоже возникает очень интересный и важный момент. Чем дольше пища пребывает в желудке, тем дольше мы чувствуем себя сытыми. Огромное количество факторов, которые выделяются слизистой желудка, влияют на наше пищевое поведение. Причем голодный желудок, там одни факторы выделяются, в частности грелин такой фактор, который побуждает нас в следующий раз поесть побольше. Чем дольше желудок пуст, тем больше мы в следующий раз хотим поесть. Все дело в грелине. А вот если желудок чувствует себя наполненным, стеночки так вот одна в другую не соприкасаются, там выделяются такие факторы, как холецистокинин, еще ряд факторов, которые наоборот дают в мозг сигнал, что мы сытые. И вот эти желудочные факторы сытости, голода, пищевого поведения, они имеют очень большое значение. И вот, пожалуй, пищевые волокна, они так вот точно ложатся на эти факторы, и мы дольше чувствуем себя сытыми. Дальше очень интересные эффекты возникают, когда пища уже далее перемещается в тонкую кишку, начинается действие пищеварительных ферментов такое настоящее. Тут и жиры расщепляются, и углеводы, и продолжается расщепление белка, начатое в желудке. И здесь тоже возникает очень интересный момент. Дело в том, чем быстрее пища расщепляется, чем быстрее питательные вещества всасываются, тем, в общем-то, нам хуже. То есть вот в настоящее время мы, наоборот, стараемся как-то замедлить всасывание питательных веществ. Ну, например, многие из вас знают такое понятие, как гликемический индекс пищи. Это показатель, отражающий скорость повышения уровня сахара в крови после той или иной еды, ну, обычно богатой углеводами. Так вот, чем эта скорость выше, чем выше пик уровня сахара в крови после еды, тем больше так называемое токсическое действие глюкозы. Тем больше разрушительное действие глюкозы на молекулы, ну, например, коллагена, то есть образование возрастных морщин. Тем сильнее вот эти высокие, подчеркну, именно высокие концентрации глюкозы влияют на синтез инсулина, нарушают синтез инсулина. Там дело может закончиться и с сахарным диабетом. И сейчас вообще вот с этим самым гликемическим индексом и с реакцией инсулина на пищу и с развитием так называемого синдрома инсулинорезистентности связывают очень много болезней современного образа жизни, и гипертонии, и атеросклероз, и сахарный диабет, и некоторые опухоли. Ну, понимаете, мы же любим сладкое, понимаете, сахара в нашей пище стало больше, значительно больше, чем было еще 20 лет назад, 40 лет назад. И количество сахара в пище продолжает угрожающе расти. Безусловно, отдельная тема, как уменьшить потребление сахара. И мы тоже над этим работаем. Вы помните, в прошлой нашей беседе мы говорили о серии продуктов, о серии шоколадок, да, с суперфудами. И основное свойство было, что они вкусные, на вкус сладкие, очень полезные, и при этом там нет ни одного грамма сахара. Вот, то есть, как такая, как идея решения. Но можно немножко и по-другому воздействовать. Можно обогатить пищу пищевыми волокнами, и пищевые волокна будут задерживать проникновение пищеварительных ферментов к пище, с одной стороны. И с другой стороны будут замедлять всасывание питательных веществ в кровь. И уровень сахара в крови будет расти медленнее. Это чрезвычайно важный фактор здоровья. Запомним его. Это сглаживание пиков концентрации уровня питательных веществ в крови после еды. Чем выше эти пики, тем токсичнее ведет себя пища. Тем скорее мы стареем, тем скорее мы заболеваем возрастными заболеваниями. Далее, пищевые волокна обладают еще одним уникальным свойством. Пищевые волокна опосредованно, но очень точно улучшают состав липидов в крови. Вы знаете, у нас чрезвычайно много проблем возникает с нарушением липидного обмена в крови. Увеличивается количество так называемых атерогенных фракций. Ну или вот более известный термин – количество плохого холестерина в крови. Это тот холестерин, который может откладываться под внутренние оболочки сосуда, давать начало атеросклеротическим бляшкам и так далее. Вот что делают здесь пищевые волокна? Надо, может быть, издалека начать, но немножко так получится длинная история. Пищевые волокна, как промокашка. Ну это был термин, в общем-то, из моего детства. Ну вот, как, скажем, такое бумажное фильтровальное полотенце, да, как бумажное полотенце. Впитывают на себя желчные кислоты. Желчные кислоты – это составная часть желчи, это так называемая выделительная функция. Желчные кислоты участвуют в переваривании жиров, эмульгируют жиры. То есть они, безусловно, нужны, но организм строит эти желчные кислоты из холестерина. То есть чтобы сделать вот то количество желчных кислот, которое выделяется, организм тратит, ну, наверное, процентов 50-60 всего того холестерина, который есть в организме. То есть огромное количество холестерина уходит на синтез желчных кислот. И вот желчные кислоты идут по кишечнику, и в нижних отделах тонкой кишки начинают всасываться обратно. Организм как бы спохватывается, ой, где же я возьму столько холестерина, ну-ка давай-ка сюда назад желчные кислоты. И забирает желчные кислоты из кишечника. Вот единственная сила, которая может удержать эти желчные кислоты от всасывания – это пищевые волокна. Пищевые волокна собирают их на себя, задерживают всасывание желчных кислот, и тем самым побуждает организм искать где-то новый холестерин. А где его искать? А в стенке сосудов, куда он его раньше складывал. И мы наблюдаем перераспределение холестерина. Уменьшается количество плохого холестерина, тот, который из печени идет в стенку сосудов, и увеличивается количество хорошего холестерина, того, который из стенки сосудов, оттуда, отовсюду, с периферии, где он совершенно не нужен, идет в печень, и синтезируются новые желчные кислоты. Есть довольно много исследований, показывающих, что обогащение пищи пищевыми волокнами, подчеркну, которые не расщепляются толком и не всасываются, улучшает состав липидов в крови, снижает уровень общего холестерина и снижает уровень так называемого плохого холестерина. Далее, пищевые волокна оказываются в толстой кишке, и там они продолжают свое действие, это действие многогранно. Во-первых, они всасывают, адсорбируют на себе, задерживают радионуклиды, соли тяжелых металлов, канцерогены. Во-вторых, они дают питание кишечной микрофлоре, причем именно симбиотной, полезной микрофлоре. То есть мы таким образом кормим нашу микрофлору. А вот что делает микрофлора, это предмет отдельной лекции. То есть микрофлора и стимулирует иммунитет, в том числе противовирусный, и обладает противовоспалительным действием, и синтезирует ряд витаминов, в частности витамин К, витамин В6, вот такие важные витамины. Вот, кстати, витамин В12 тоже синтезируется кишечной микрофлорой. Вот, и очень важный момент, кишечная вот эта симбиотная микрофлора не дает расти плохой микрофлоре. То есть когда мы говорим о дисбиозе, о дисбактериозе, такие модные сейчас названия, модные понятия, это когда вот мы не заботимся о своей хорошей микрофлоре, и возникает рост плохой микрофлоры. А она токсична, она провоспалительна, она способствует более скорому старению, она способствует развитию возрастных болей. И другими словами, пищевые волокна обладают массой оздоровительных эффектов. И беда еще в том, что современное наше питание весьма бедное пищевыми волокнами. Ну что мы едим? Мы едим очень много очищенной, так называемой, рафинированной муки. Мы едим какое-то количество круп, вычищенных, вылущенных, где нет пищевых волокон. Мы едим очень много продуктов, где пищевых волокон никогда и не было особенно. Ну мясо в частности, красное, понимаете? Вот. В то время как, например, овощей, ягод, фруктов, мы тоже едим недостаточно. И недостаточно мы едим круп, бобовых, то есть продуктов, изначально богатых пищевыми волокнами. Вот именно эту проблему мы с вами и исправим с помощью наших новых продуктов. Ну вот в частности, где искать пищевые волокна? Пищевыми волокнами очень богаты грубые, так называемые, сорта хлеба. Хлеб из муки грубого помола, хлеб с добавлением отрубей, цельнозерновой хлеб. И, в общем-то, вы знаете, в прошлом веке, особенно вот в начале прошлого века, в позапрошлом веке, мы именно такой хлеб и едим. То есть как такового вот хлеба из просеянной муки и не было. Муку-то особенно и не просеяли. Вот, собственно, история развития земледелия, история культивирования злаков, она, к сожалению, вот шла по пути, ну немножко расходящимся трендам от здоровья. С одной стороны, наше с вами физическое здоровье требует увеличения доли пищевых волокон. Считается, что современный человек раза в два недоедает пищевые волокна от их какого-то даже, скажу, не оптимального, а минимально оптимального количества. Вот. Вот злаки становились все более и более рафинированными, то есть в них становилось все больше и больше крахмала и все меньше и меньше пищевых волокон. И технологии обработки злаков тоже шли по пути, как бы вот так их вычистить, так бы их просеять, отсеять, чтобы никакие пищевые волокна в них не попадали. Такая пища представляется нам более нежной, но подчеркну, она, конечно же, не несет никакого оздоровительного действия. Это надо исправлять. Второй, вот вторая по группе продуктов – это крупы, особенно гречневые, перловые, овсяные, где тоже много пищевых волокон. Вот. Ну, есть, кстати, крупы, приготовленные из злаков. Ну, например, такая крупа, как полба из дикой пшеницы, мы о ней поговорим. Такая крупа, как кускус, тоже из пшеницы. Перловая крупа из ячменя. Причем исходные – это крупы с минимальной обработкой. И сейчас, когда я о них говорю, вы их воспринимаете как такие грубые. Третий момент – это, конечно, бобовые, особенно чечевица и фасоль. Чечевица очень богата пищевыми волокнами. Вообще чечевица считается недооцененным продуктом среди бобовых, потому что она является лидером по содержанию железа. Мы об этом обязательно скажем еще. Далее можно говорить об овощах и фруктах. Причем тут, друзья, нам надо очень правильно расставить акценты. Сначала овощи, потом фрукты. Соотношение овощей и фруктов должно быть два к одному. Фрук, овощи должны преобладать. Потому что в овощах меньше сахаров, больше пищевых волокон и гораздо больше, чем во фруктах, таких полезных компонентов, как антиоксиданты, как минералы, которые нам необходимы в таком непрерывном повседневном режиме. Очень важный компонент здорового питания – это ягоды. Особенно такие, как малина, ежевика, земляника, клубника, так называемые костянки. Во-первых, там очень много пищевых волокон. Во-вторых, в них очень много так называемых антоцианов, биофлавоноидов, обладающих отчетливо антиэйдж-свойствами. Сейчас мы очень много говорим об антиэйдж, причем мы подчеркиваем, что антиэйдж – это не тема 50 плюс или 60 плюс, это тема 25 плюс, потому что чем больше ты заботишься о собственной теле, тем меньше ты подвергнут возрастным изменениям, тем лучше ты себя чувствуешь с возрастом, тем больше ты приобретаешь преимущества по сравнению со сверстниками. Это реальные плюсы здорового питания, здорового образа жизни. Ну, наряду с продуктами, богатыми пищевыми волокнами, надо, конечно, рассматривать и продукты бедными пищевыми волокнами, да. Ну, самое такое первое, главное очевидное – это всевозможные такие крахмалистые булочки, да, булочки из просеянной, просеянной муки, если вот где-то вы такие булочки находили, вы согласитесь со мной, вот их даже жевать не надо, то есть они совершенно спокойно тают во рту, да. Почему? Потому что нет пищевых волокон, нечего там жевать, крахмал просто растворяется, слюной растекается и стекает туда, вовнутрь. Вот, макароны из мягких сортов пшеницы – та же тема, мало пищевых волокон. Очень важный момент – каши моментального приготовления. Тоже чрезвычайно часто сама технология предполагает, ну, собственно, что может затруднить, замедлить приготовление каши, да. Наличие большого количества пищевых волокон, которые должны набухнуть, набухнуть, чтобы мы могли их, ну, есть, могли их пережевывать. Вот, а если мы в процессе обработки этой самой крупы, какого-то дробления, вычищения, нагревания, высушивания и так далее, довели ее до того, что она просто готовится путем растворения в воде, ну, значит, там нет никаких пищевых волокон. Вот обратите на это внимание. Каша моментального приготовления – это, в общем-то, плохая история в плане здорового питания. Вот, манка, манка тоже, она является таким вычищенным компонентом пшеницы, пшеничного зерна. К тому же, вот сама мелкая вот эта структура, чрезвычайно мелкая, предполагает, что уже настолько разобщены вот эти вот крупинки манки, что пищевые ферменты очень быстро проникают в ее стенку и очень быстро, в общем-то, делают свое вот это дело. Крахмал расщепляется до глюкозы, глюкоза молниеносно всасывается, собственно, дальше возникают все проблемы, о которых мы говорили. Осветленные соки, то есть много раз профильтрованные соки, где выведена практически вся клетчатка. Ну и изделия из рафинированной муки типа выпечки, типа кондитерских изделий. Вот, согласимся, вот эти пункты весьма часто составляют основу нашего питания или питания наших знакомых. И мы сейчас должны с вами сориентироваться и пересмотреть отношение вот к этим продуктам питания. Мы не можем настаивать, чтобы их категорически не было. Но мы должны сказать, чем их меньше, тем лучше. Чем больше продуктов, которые мы перечислили выше, богатых пищевыми волокнами, тем лучше. То есть нужно менять соотношение в пользу полезных продуктов. Простите. И еще важный момент, чтобы помочь нам усвоению клетчатки, мы должны, конечно, немножко увеличить потребление воды. Клетчатка имеет свойство набухать. Это весьма важное и полезное свойство. Но вот чтобы было от чего набухать, мы должны употреблять побольше воды. То есть суммарное потребление жидкости где-то 2,5-3,5 литра. Из них желательно 1,5 литра, чтобы приходилось на чистую питьевую воду. Ну и раз мы о жидкости заговорили, друзья, надо четко понимать, что сахар, содержащий жидкости и напитки, не являются жидкостью, не являются средством для питья, средством для утоления жажды. Это еда. Причем еда весьма и весьма вредная. Мы с вами довольно много говорим о вреде сахара. Это действительно очень большая проблема современного человека и современного образа жизни. И я думаю, еще не один раз скажем. Ну и так. Вот линейка. Что здесь есть? Здесь есть 4 супа. Крем-суп бобовый с копченой паприкой. Мы их всех охарактеризуем. Крем-суп тыквенный чечевичный. Суп карри с чечевицей. Вообще чечевица встречается у нас довольно часто. Суп министроны с итальянскими травами. Далее идут вторые блюда. Весьма удобная вещь, потому что вторые блюда, они широко представлены в нашем питании. Как-то это то, что нас в основном насыщает. И мы любим, когда там с гарниром присутствует что-то. Например, перлота с грибами. Паста с томатами и овощами. Кускус с овощами и шпинатом. Поба со шпинатом и шамбалой. То есть все время вот такое получается комбинированное блюдо. Надо сказать, что комбинированное блюдо с точки зрения диетологии всегда лучше, чем монокомпонентное блюдо. Потому что комбинированное блюдо, они имеют примерно ту же калорийность, что и монокомпонентное блюдо, содержит гораздо больше разнообразных питательных веществ. Мы с вами относимся, ну скажем так, к живым существам с широкой гаммой питания. Мы всеядные. Всеядность – это очень удобно, потому что позволяет использовать довольно много широкую гамму продуктов в пищу. Но таким свойством, может быть, не очень удобным в плане всеядности является то, что мы в процессе эволюции утрачиваем способность синтеза многих аминокислот, многих жирных кислот, многих витаминов. Почему? Да потому что все это присутствует в нашей пище. Вернее сказать, присутствовало. Потому что раньше, конечно, наша пища была более разнообразной, была более грубой, более, скажем так, естественной, содержала больше вот этих вот незаменимых факторов пищи. Вот сейчас диетологи видят большую проблему в том, что человек не питается достаточно разнообразно, чтобы у него всегда в пище были приправы, всегда в пище была зелень, всегда в пище были овощи, были какие-то компоненты. Ну вот, собственно, на примере нашей вот этой линейки вы увидите, каждое блюдо состоит из многих компонентов, каждый из которых приносит какую-то пользу. Вот. Общим моментом их является, что это не блюдо моментального приготовления. Поварить их, конечно же, придется, и это хорошо, потому что вот при такой форме обработки, ну, при такой форме, вот в которой они сейчас присутствуют, предлагаются, они сохраняют абсолютно все питательные вещества в процессе, ну, достаточно длительного срока хранения. Вот. Обеспечить вот так же, чтобы питательные вещества сохранялись в продуктах быстрого, ну, моментальных этих вот самых каш, конечно, не приходится. Вот. Ну и второй момент. Главное же здесь – это подготовка бобовых, подготовка крупы, так, чтобы они максимально раскрылись в процессе варки. Вот опять же, они подготовлены именно так, чтобы сохранить в себе все необходимые питательные компоненты. Все вкусы, все блюда ими обогащены пищевыми волокнами, в частности, бамбуковой клетчаткой. Вот, бамбуковая клетчатка – весьма интересный такой, ну, источник пищевых волокон, тем, что она очень экологична, тем, что она нейтральна по вкусу, и она создает очень интересную такую, ну, как бы вот это сказать, помогает органолептике. То есть блюдо выглядит, ну, таким вот, знаете, наполненным, каким-то, понимаете, вот, сытным выглядит. И оно более сытное по вкусу, потому что все, что должны делать пищевые волокна, бамбуковая клетчатка делает. То есть она задерживает пищу и в полости рта, как мы сказали, и в полости желудка, и далее осуществляет вот эти все многообразные биологические эффекты, которые должны осуществлять пищевые волокна. Ну, и помимо, конечно, бамбуковой клетчатки, многие компоненты, в частности, крупы, которые здесь содержатся, паста, тоже содержат пищевые волокна. Давайте мы сейчас охарактеризуем, ну, может быть, вот еще одно слово. Очень интересна сама упаковка. Ну, на упаковке с обратной стороны вы увидите биоактивные вещества, которые присутствуют вот в данном блюде. Вы прочитаете свойства этих биоактивных веществ, ну, мы сейчас некоторые охарактеризуем из них, и вы увидите, какой процент от суточной потребности покрывается одной порцией этого блюда. То есть, если, соответственно, две порции употребляется в день, то вы можете сразу удовлетворить, ну, больше потребности. Тоже я о некоторых вот таких биоактивных веществах скажу, но здесь получается прям как правочник. То есть, по каждому, по каждому блюду вы прям видите, сколько вам надо, допустим, витамина В6 или витамина В9 или железо. Очень интересно для меня, как важно, я очень часто об этом говорю, в том, что очень многие блюда этой серии являются настоящими источниками железа. То есть, порция буквально на 50%, на 30% удовлетворяет нашу потребность железа. Реальность сейчас такова, друзья, что, наверное, больше половины женщин деторобного возраста у нас существует в условиях дефицита железа. Физиология женского организма, к сожалению, устроена так, что женщина все время теряет чуть больше железа, чем вот, ну, не сказать чуть больше, но вот всегда получается так, что ежемесячная потеря железа женским организмом едва-едва успевает восстановиться в течение месяца. И совсем плохо, если употребляется мало продуктов, богатых железом. А где много железа? В чечевице много, в гречке много, а где мало железа? В рисе мало. И вот даже вот в таких вот моментах мы уже видим, что преобладает в питании. Там или нет проблем, или есть. Я еще добавлю, что дефицит железа, даже если он не проявляется, железодефицитная анемия, создает довольно много проблем для женского организма, потому что это быстрая утомляемость. Железо – это минерал, который присутствует в окислительных ферментах, в цепочках окислительных ферментов, где извлекается именно энергия, где синтезируются молекулы аденозин-3-фосфорной кислоты, АТФ так называемый. Вот. И дефицит железа – это быстрая утомляемость, это слабость, это, знаете, какая такая бледноземлистая кожа, это ломкие волосы, это ускоренные процессы старения. Поэтому за железом надо довольно так правильно следить. Так, давайте будем характеризовать. И вот так, суп карри с чечевицей и бамбуковой клетчаткой. Про бамбуковую клетчатку мы уже сказали. Это очень важный, очень значимый источник пищевых волокон. Я вот так вот смотрю, например, ну а чем ты ее можешь заменить вот так вот в блюдах, чтобы она никак не влияла на вкус, и при этом создавала очень много полезных таких вот качеств, причем как в плане органолептики, то есть блюдо выглядит более наполненным, более сытным. И с другой стороны, вот все эти биологические эффекты, о которых мы с вами говорили. Вот. Но здесь что, на что мы обратим внимание? Ну, во-первых, здесь присутствует чечевица. Чечевица – это одна из представителей семейства бобовых. Она очень так это хорошо и значимо содержит белок. И она лидер среди бобовых по содержанию железа. Вот порция данного блюда примерно на треть удовлетворяет потребность человека в железе. Вот. Но здесь еще нужно сказать, что вот каждая упаковка содержит где-то пять порций. То есть сразу можно накормить всю семью. По белку еще, по растительному белку хочу сказать. Тоже очень важный момент, на который мы, диетологи, в последнее время обращаем все больше внимания. Здесь порядка 12 граммов белка на порцию. Это неплохой такой показатель. Вот. Растительный белок. Вот особенно для женского, опять же, организма, и по нарастающей 40, плюс 50, плюс, вот скажем так, чем больше доля растительного белка, тем лучше. Тем лучше. Потому что растительный белок, ну, здесь как-то термины такие, он не токсичный. Он уравновешивает, ну, скажем, некоторые аминокислоты, которые избыточно присутствуют в животном белке. И вот именно на возраст 40, плюс и далее, вот хорошее увеличенное содержание растительного белка уже обладает таким антиэйдж эффектом. Обратите на это внимание. Мы в последующих учебах еще об этом не раз скажем. Вот. Хорошее содержание растительного белка делает блюдо более, так скажем, оздоровительным. То есть придает ему больше оздоровительных свойств. Еще я хочу обратить ваше внимание на приправу карри. Чрезвычайно интересная восточная приправа. Она фактически состоит из куркумы, перца, имбиря, шамбалы, кстати, о шамбале тоже мы сегодня скажем. Еще ряда приправ. И вот каждая из этих приправ обладает, как сейчас выяснилось, выраженным антиэйдж эффектом. Ну, в частности, куркума обладает и противовоспалительным действием, обладает антиэйдж действием, защищает сосуды, предупреждает образование так называемых зачатков опухолей. То есть куркуме сейчас в диетологии, в антиэйдж диетологии придают очень большое внимание, значение. Ну, и в частности, всей приправе карри уделяют такое вот сейчас все больше и больше внимания. Желательно, знаете, вот чтобы в день у вас одно блюдо с карри присутствовало. Ну, или хотя бы пять вот таких вот порций в неделю. Вот матча тоже, или маття, вот такое вот еще есть прочтение. Довольно интересный такой продукт. Это так называемый молотый порошкообразный зеленый чай, причем из самых верхних молодых зеленых листочков чайного куста. Это такое, знаете, традиционное японское блюдо или продукт, который используется очень часто. И в выпечке вот такой вот, опять же, в традиционных японских каких-то сладостях. Но нам это интересно, знаете, чем? Тем, что чай, особенно вот катехины из зеленого чая, тоже обладают очень выраженным таким противовоспалительным и антиэйдж диетологией. То есть матча здесь очень-очень уместна. И вот я рад, что мы таким образом можем с вами вот с этим интересным для нашей кухни продуктом познакомиться. Мы попутно скажем, что зеленый чай – это очень хорошая история. И если вот обед завершается чашечкой зеленого чая, то это всегда уже добавляется оздоровительное действие. Следующий наш вкус – это крем-суп бобовый с копченой паприкой и бамбуковой клетчаткой. Что здесь у нас есть? Опять же, есть чечевица. Из бобовых еще присутствует горошек, присутствуют овощи, в частности томаты, морковь, паприка. Вот тоже очень интересная вещь, потому что томаты, в частности, богаты каротиноидами, ну, в частности, ликопином. Очень интересное вещество, поскольку ликопин – это прямо доказанный такой эффект – защищает стенки сосудов от возрастных изменений. Мы знаем такую известную фразу, человек молод настолько, насколько молоды его сосуды. Молодость сосудов поддерживается с помощью, в том числе, томатов и ликопинок. Даже есть такая в диетологии норма, друзья, один томат в день. Ну, или ложка томатной пасты, или стакан томатного сока. Вот, это оздоровительное действие. Ну, и другие окрашенные овощи, и паприка, и морковь тоже обладают большим количеством каротиноидов, в частности, и бета-каротина. Вот, поэтому вот такое дополнение является очень-очень хорошим. Весьма хорошим является дополнение вот таких вот приправ, как, ну, лук, чеснок и кориандр. Вот, кориандр, он относится к группе таких вот имбирных, имбирь-подобных растений. Он содержит тоже эфиры, которые обладают таким, как и у имбиря, выраженным антиэйдж действием, противовоспалительным действием и противовирусным действием. Ну, а про лук и чеснок уже нам объяснять не надо. Мы знаем, что это очень выраженное противовирусное действие, и сейчас это очень актуально. Блюдо богато фолиевой кислотой. Вот, и вот здесь тоже нам надо сказать, что фолиевая кислота или витамин В9 – это витамин, отвечающий за своевременное размножение клеток. Чтобы мы чувствовали себя хорошо, у нас все время должны обновляться клетки иммунной системы, клетки крови, клетки кожи. Вот, тогда мы молоды, тогда мы энергичны, тогда у нас все хорошо. Первый симптом, который возникает при дефиците фолиевой кислоты – это аномия. Плюс чечевица всегда приносит нам с собой железо, как минимум. То есть, везде, где есть чечевица, мы будем получать очень такое хорошее, высокое, значимое содержание железа. Тыквенный чечевичный суп, крем-суп, ну, с бамбуковой клетчаткой. Пищевые волокна, высокое содержание бета-каротина, здесь за счет тыквы, в частности. Вот, ну, надо сказать, что бета-каротин – это водорастворимый аналог витамина А, который обладает всеми эффектами, которые обладает витамин А. Ну, в первую очередь, это, ну, как бы сказать, такой кожный, условно говоря, витамин. То есть, витамин А при его достаточном количестве поддерживает молодость кожи и всех тех элементов, которые с этой кожей связаны. Ну, губы, в частности, ногти, в частности, волосы, в частности. Вот, витамин А поддерживает остроту нашего зрения, да. Вот, то есть, получается, что витамин А – это тоже наша молодость. Ну, и плюс добавлю, что витамина А, и в частности, бета-каротин – это хорошая стимуляция нашего иммунитета. Чечевица богатая железом, и появляются здесь приправы имбирь и чеснок. Мы уже отчасти о них сказали. Это приправы, стимулирующие иммунитет, стимулирующие противовирусное действие и способствующие, или, вернее, препятствующие возрастным изменениям. То есть, это анти-эйдж продукты. Министроны. Четвертый суп в этой коллекции. Министроны с итальянскими травами и бамбуковой клетчаткой. Но здесь еще нужно сказать, подчеркнуть, что ни одно из блюд этой линейки не содержит ни ароматизаторов, ни усилителей вкуса, ни источников генномодифицированных компонентов, и не содержит соли. В общем-то, солить, конечно, не возбраняется, но всегда советуем сначала попробовать, а потом солить. Очень часто бывает, что натуральные вкусы продукта, они настолько открываются новыми, если, например, мы не замаскировали это солью, сахаром, например. У нас это очень удивляет, радует. Мы дальше готовы и дальше это употреблять с минимальным количеством соли, а это тоже один из факторов здоровья. Считается, что в день надо употреблять не больше 5-6 граммов соли, и тогда все будет хорошо и с сосудами, и с возрастными изменениями. Как-то вот эта вот дискуссия, вот она сейчас вот так выглядит, причем в последние, наверное, 10-12, может быть, 15 лет, в диетологии уже никто ничего не говорит просто так. В диетологию пришла очень серьезная такая наука, так называемые эпидемиологические исследования, когда путем таких опросов больших групп людей сравнивается характер их питания, характер их самочувствия, там, заболеваемость, продолжительность жизни, и находятся очень интересные вот такие вот связи. Ну, например, было выявлено, и мы в прошлой учебе об этом говорили, что присутствие шоколада в пище, только подчеркнем, шоколада без сахара, ну или какао, увеличивает продолжительность жизни, защищает человека от возраста зависимых болезней. Соответственно, отсутствие этого продукта действует хуже на здоровье, вывод. Надо это употреблять. Точно так же мы говорим вот об этих блюдах, то есть порция в день, а еще лучше две порции в день, очень хорошо решает, закрывает потребность в железе, потребность в витаминах группы В, потребность в минералах, ну, в частности, в селении, в магнии. Вот, то есть можно это использовать не только вот как источник сытости, как источник энергии, как источник удовольствия, ну и как источник необходимых нам биоактивных веществ. Вообще лучше вот эти две функции не разделять. То есть пища должна нести в себе вот всю гамму того, что от нее требуется. Это и энергия, и чувство сытости, и удовлетворение, удовольствие, вкус, и гамма биоактивных оздоровительных факторов, которые защищают нас от разного рода болезней, в том числе и вирусных, и возрастных, и так далее, и так далее. Вот, значит, министруны, здесь мы отметим с вами молодые овощи, которые присутствуют, потому что это всегда источник витаминов и антиоксидантов. Вот, чечевица, мы о ней говорим сегодня много, это хороший, очень качественный растительный белок, плюс железо, ну и бамбуковая клетчатка, причем, друзья, и в чечевице есть клетчатка, и в овощах есть клетчатка, но бамбуковая клетчатка сразу повышает уровень пищевых волокон настолько, что одна порция этого блюда закрывает вот минимальную суточную потребность в волокнах чуть ли не на 25-30%. Друзья, я вижу ваши вопросы, мне очень нравится, что вы их задаете, но я немножко вот боюсь как-то потерять канву, потерять нить, я уже вам сказал, я специально оставлю нам с вами время, мы посидим, на эти вопросы поотвечаю, могут быть ответы более такие широкие, вызывающие какие-то новые вопросы, то есть мы с вами все это обсудим. Вот, далее вот такая вот у нас интересная есть каша. Вот, гречневая с тыквой, семенами льна и бамбуковой клетчатки. Вот прям вот каждый из этих продуктов, вот прям суперфуд, 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 получается прям у нас тут пять суперфудов. Ну, бамбуковая клетчатка, мы ее уже охарактеризовали, это очень нужный компонент вот всей этой линейки. Вот, гречка, гречка, ну, во-первых, это, можно сказать, так сложные углеводы, гречка очень богата пищевыми волокнами, у нее низкий гликемический индекс, то есть углеводы поступают медленно, уровень сахара в крови не подбрасывается, то есть вот гречка – это сытость надолго и отсутствие такого вот провоспалительного действия. Вот, плюс гречка очень богата железом, и вот эта самая каша, соответственно, тоже богата железом. Тыква, бета-каротин и другие каротиноиды, мы уже их охарактеризовали, льняное семя, вот чрезвычайно интересный продукт, потому что льняное семя приносит в наше питание омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это один из незаменимых факторов нашего питания, и в последнее время диетологи считают, что вот питание средней полосы россиян, оно все-таки обеднено омега-3 жирными кислотами, и там избыточно присутствуют омега-6 жирные кислоты. Вся проблема наша в том, что мы как-то традиционно слишком много потребляем подсолнечного масла и слишком мало потребляем продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, ну, в частности, льняного семени, льняного масла, жирной морской рыбы. Вот это надо исправлять, потому что есть очень такие важные, значимые научные исследования, наблюдения, показывающие, что вот недостаток омега-3 и избыток омега-6 все-таки очень невыгодно действуют для здоровья. Вот соотношение омега-3 и омега-6 надо гнуть в сторону омега-3. И вот самый доступный такой источник омега-3 жирных кислот, ну, в частности, альфа-линоленовой кислоты, это как раз льняное семя. Вот присмотритесь к этому продукту, льняное масло советую присмотреться к нему, ну, и вот можно даже самому добавлять то же самое льняное семя в каши, ну, а здесь и добавлять не надо, здесь уже все добавлено. То есть получается, что этот продукт богат у нас не только железом, не только фолиевой кислотой, не только каротиноидами и бета-каротином, но и еще является источником альфа-линоленовой кислоты, которая незаменима в нашем питании. Перлота с грибами и бамбуковой клетчаткой. Это уже вторые блюда, они так вот скомбинированы. Здесь мы с вами охарактеризуем перловую крупу. Это крупа, полученная из ячменя, причем минимальная обработка зерна позволяет сохранить все необходимые питательные вещества, это и пищевые волокна, которые там присутствуют, и элементы зародыша. Но очень важный момент – перловая крупа является источником селена. А селен – это сейчас минерал, которому придают очень большое значение в плане антиэйджа. Селен защищает сосуды, селен замедляет развитие вот этих возрастных процессов типа атеросклероза, селен – противовоспалительный минерал, селен укрепляет иммунитет, то есть селен нужен-нужен. Поэтому прям советую продукты, где достаточное количество селена, включать в свое питание. И в частности, вот обратите внимание на это наше блюдо – перлота с грибами и с бамбуковой клетчаткой. Плюс, смотрите, имбирь, лук, чеснок – мы об этом говорили. Это пряные растения, которые очень богаты биоактивными веществами, оказывающими противовоспалительное, противовирусное и антиэйдж действие. Шампиньоны богаты цинком и магнием. Тоже можно поговорить про каждый из этих минералов, в частности, цинк. Ну, помимо очень многих других эффектов, с цинком сейчас связывают противовирусную защиту. Цинк препятствует проникновению вируса в клетку. Вот все, что сейчас защищает клетки от вируса, а сейчас не только коронавирус нас атакует, довольно много сейчас всяких разных вирусов, и болеть никому не хочется. Поэтому, друзья, обратите внимание на продукты, богатые цинком. Ну, это один из таких продуктов – это шампиньоны. Магний – тоже чрезвычайно интересный минерал. Магний очень хорошо действует на центральную нервную систему, как-то он умиротворяет, успокаивает. Надо сказать, что магний – это минерал, который борется с соседней хандрой, с депрессией. Тоже обратите на этот минерал побольше внимания. Кус-кус с овощами, шпинатом и бамбуковой клетчаткой. Вот кус-кус – довольно интересная крупа. Помните, я говорил о манке как продукте, в общем-то, бедном пищевыми волокнами. Манка – это центральная часть пшеничного зерна, очень маленькое такое вот зернышко. Но некоторые сорта пшеницы дают более крупную вот эту центральную часть, богатую пищевыми волокнами. И вот именно вот эта центральная часть называется ускусом. А иногда, чтобы увеличить еще полезные свойства, эти самые центральные части, ядрышки, их еще и как бы вот так вот сваривают, соединяют друг с другом, и получаются более крупные такие зерна, которые, в отличие от манки, на которую они как бы так вот, ну, исходно, генетически похожи, да, обладают уже, в отличие от манки, массой полезных качеств. Ну, в частности, у них низкий гликемический индекс, у них более высокая и более продолжительная сытность. Вот там много медленных углеводов, которые медленно всасываются, то есть дают нам чувство энергии и не повышают значительно уровень сахара в крови, то есть не оказывают вот такого вот побочного действия. Плюс ускусе довольно много витаминов группы В, в частности, В6, в частности, В9. В6 – это важный тоже витамин, который участвует, ну, практически во всех звеньях обмена, но очень важное его действие на центральную нервную систему, головной мозг. В6 защищает головной мозг, ну, в том числе от перепадов настроения. Вот, знаете, вот тоже, опять же, от осенней хандры витамин В6 очень хорошо помогает. Кардамон – тоже пряное растение, вот, похожее на имбирь, обладающее такими же, вот, как имбирь, противовирусными, противовоспалительными и антиэйдж-свойствами. Ну, и вообще получается очень сытное, очень красивое блюдо. Я думаю, вы будете с удовольствием его есть. Полба. С шпинатом, шамбовой и бамбуковой клетчаткой. Вот полба – чрезвычайно интересная крупа. По сути, это пшеничная крупа, но, есть но, она делается из специальных сортов пшеницы, таких вот редких, вот, очень близких к дикорастущим сортам пшеницы. Даже многие говорят, что полба – это дикая пшеница. Такая пшеница, она не отличается большой урожайностью, она низкорослая, в отличие от таких культивируемых видов, где уж мы постарались, постарались. Но зато, в отличие от обычной пшеницы, полба оказывается, ну, скажем так, более природной крупой, понимаете? Более природным зерном. У нее значительно больше пищевых волокон, больше витаминов, больше полезных веществ. И, опять же, благодаря очень нежной, бережной обработке зерна получается, что полба сохраняет в большей степени полезные питательные вещества. Вот, второй компонент – это шпинат. Это зелень, где зелень, там фолиевая кислота, витамин В9. Мы уже говорили о значении фолиевой кислоты. Это и регенерация тканей, клеток. Это хорошее кроветворение, хороший иммунитет. Вот, и шамбала. Шамбала – это приправа, это действительно суперфуд. Вот, приправа, она входит в состав очень многих наших приправ. Ну, в частности, в приправу хмели-сунели, в приправу кари. Во многих странах, ну, в частности, в странах Востока, вы сами чувствуете название такой красивой, шамбала, она используется как лекарственное растение. Нам задавали вопросы, а вот как лекарственные эффекты. Друзья, вот чтобы были какие-то побочные эффекты от шамбала, конечно, доза ее должна быть, ну, значительно больше. Мы используем шамбалу в таких дозах, где она оказывает вот больше влияние на вкус, и при условии ежедневного, ну, или частого такого употребления, оказывает влияние в целом на здоровье. И действительно, тут влияний довольно много. Ну, вот в частности, шамбала обладает, содержит так называемые фитоэстрогены. Это очень интересные компоненты питания. Они очень полезны женщинам. Если у женщин мало своих собственных эстрогенов, то вот эти самые фитоэстрогены как бы помогают эстрогеновым эффектам. Благодаря этим эффектам, например, шамбала уменьшает вот так называемые периодические боли, связанные с месячными. Шамбала снижает явление климакса. Шамбала как-то улучшает настроение. Вот для многих в предминструальный период тоже бывают перепады настроения, а шамбала его улучшает. С другой стороны, если избыток эстрогенов, а это, в общем, тоже не очень хорошая ситуация для женского организма, фитоэстрогены блокируют рецепторы к эстрогенам и снижают эти вот избыточные эстрогеновые эффекты. И в этом плане шамбала при условии такого вот более или менее постоянного применения может препятствовать развитию, ну, некоторых вот опухолей, которые, к сожалению, у женщин бывают, связанные с молочной железой, женской половой сферой, потому что они очень часто развиваются именно на фоне избыточных эффектов собственных эстрогенов. Шамбала повышает аппетит. Тоже у нас был вопрос, а как вот быть при избыточном весе? Ровно так же аппетит – это хорошая история для всех. Если человек следит за весом и хочет похудеть, ему лучше есть пищу вкусную, поверьте мне, потому что вкусная пища, она удовлетворяет. Ее поел и не хочется есть. Как-то ты можешь дальше жить, работать, забыть о еде. Ты получил все необходимые тебе удовольствия. А вот если ты ешь какую-нибудь такую, знаете, невкусную пищу, это довольно большая проблема, потому что люди, стремящиеся часто похудеть, вот как-то обкрадывают свое питание, уменьшают количество вкусного. Вот если ты ешь невкусную пищу, тебе, к сожалению, очень трудно ею насытиться, ты хочешь ее снова и снова. И вот вроде бы логично, да, куда мне вкусное, вот, а получается, что от невкусного, к сожалению, люди полнеют еще больше. Это, кстати, есть и прямые наблюдения, показывающие, что при разнообразном питании, таким, знаете, наполненным биоактивными веществами, полезными компонентами, люди скорее поддерживают нормальный вес, тогда как при однообразном питании, типа там вот рис, рис и рис, люди очень часто набирают избыточный вес. Так, ну вот еще одна у нас паста с томатами и овощами и бамбуковой клетчаткой. Тоже здесь мы, во-первых, и пасту взяли, в общем-то, из цельного зерна, грубого помола, то есть это паста, богатая питательными веществами, богатая пищевыми волокнами, что чрезвычайно полезно. Присутствуют у нас здесь овощи, томаты, опять напоминаю, что это ликопин, это действие на сердце, много в этом защитное действие на сердце и сосуды, много здесь у нас селена, да, это опять такой антивозрастной минерал, вот много бета-каротина, вот, который стимулирует иммунитет, тоже улучшает свойства кожи, волос, ногтей. В общем-то, тоже мы получаем очень такое оздоровительное, хорошее блюдо. Ну, давайте мы сейчас посмотрим такое небольшое видео. Собственно, такое, знаете, как вот это все приходит к нам, приходит в наше питание. В общем-то, это видео с производства, где сводятся эти продукты. Собственно, идет такая, немножко подвисает, ничего не понятно. Видите, получается такая гамма, где уже вот все скомбинировано, скомпоновано. Далее, это газируется, далее. Вот, получаются такие мешочки. Вот, все очень аккуратно, отлично. Все очень чисто. и такое вот бережное, ручное фасование. Что мы можем сказать, характеризуя вот эту линейку в целом? Ну, первое, что готовые решения Ничаев и Фэмили Клаб разработаны при поддержке диетологов. То есть, поступали советы, поступали рекомендации, поступали вот эти самые элементы состава, которые привносили бы в состав сбалансированную пользу. Вот. Мы приводим анализ наших блюд по составу витаминов, микроэлементов, чтобы каждый из вас, ваши знакомые, ваши близкие, могли наглядно видеть ту реальную пользу, которую они получают. Вот. Бамбуковая клетчатка объединяет эту самую серию готовых решений. Вот. Гипоаллергенно. Это хорошие, качественные, экологически чистые пищевые волокна, которые привносят очень много органолептических и очень много диетических смыслов. Мы с вами эти смыслы разобрали. Клетчатка обладает мягким действием на желудок, при этом способствует длительному насыщению, ну и все, что должна делать клетчатка. То есть, улучшение всех видов обмена, в частности, углеводного обмена, жирового обмена, она нейтральна по вкусу, то есть, никак она на вкус продукта не влияет. Вот. Далее. Мы сохранили вот в готовых решениях в этой линейке все полезные компоненты, которые, ну, теряются обычно, если делать блюда, так называемые моментальные или быстрые. То есть, конечно, все это нужно будет поготовить, поварить, ну, я думаю, проблем немного, как мы обычно с вами готовим, да, там много всяких кастрюлек, сковородок, тут ничего этого не надо, одна кастрюлька, просто варим, ну, вот время немножко надо подождать. Вот. Ну, я думаю, вот такая забота о себе чрезвычайно, чрезвычайно полезна, потому что она должна, мне кажется, пронизывать всю нашу современную жизнь, жизнь становится все более продолжительной, все более качественной, все более ценной, причем наша жизнь ценная не только для нас, но и для наших родителей, да, для наших детей, это, в общем-то, миссия для нас жить долгую, здоровую жизнь, вот, пожалуйста, несите эту миссию в свои семьи, вот, и, в общем-то, это очень-очень хорошо, полезно и ценно. Ну, друзья, вот сейчас как раз то время, когда мы можем уделить вопросам, я сейчас перемещусь вот к вопросам, которые задали раньше, жидкость потребляемой в первые блюда входит в норму потребления жидкости, правильнее, наверное, говорить, да, входит, да, входит, то есть жидкости суммарно 2,5-3,5 литра, но я подчеркну, где-то литр-полтора надо отводить на чистую воду, это очень полезная рекомендация, вот, пожалуйста, возьмите ее на оружие. Так, на мой вкус суп карри с чечевицей сильно острый, это за счет карри или перца чили. Ну, здесь вот так вот нельзя сказать, потому что присутствует там довольно большая гамма приправ, но это, в общем-то, на вкус, я лишь подчеркну, что вот и перец, и куркума, и имбирь, то есть, все компоненты в составе приправы карри, они обладают выраженным антиэйдж действием. Вот, конечно, можно как-то эту самую остроту немножечко снизить, ну, сделав больше, так, добавить воды, например, и так далее, в общем-то, чаще всего люди привыкают к этому и получают удовольствие. Можно ли кушать эти продукты детям 13-8 лет? Можно, единственное, знаете, у меня какое пожелание, когда мы говорим о питании детей, не надо их вот сразу нагружать полной взрослой порцией. Все-таки желудокишечный тракт ребенка, он еще более нежный, вот в отличие от нашего такого закаленного, да, и поэтому обычная наша взрослая порция для ребенка может быть, ну, избыточной. Поэтому начинайте с очень небольших таких порций, буквально одна-две, как бы дегустационных таких порций, одна-две ложечки, попробовать, далее понемножку из раза в раз можно увеличивать количество вот этих детских порций. Так, друзья, еще вопросы. Как обработана гречневая крупа? Такое впечатление, что это хлопья, и не исчезли ли при этом полезные вещества? Ну, полезные вещества не исчезли, потому что полезные вещества мы анализировали уже в готовых решениях, да, уже сформированных блюдах, и вы видите на упаковке сколько там этих полезных веществ, если сравнить с исходной гречкой, их там не меньше, не меньше, это тоже очень важный такой момент. так, ну, Елена, спасибо, что понравился, вот, спасибо, что оценили, так, друзья, ну, вот, в общем, вот, такая линейка готовое решение, не чая Family Club, берите, пробуйте, опять же, должен сказать, это важный момент, начинать надо очень, пробовать с небольших порций, как-то так вот дегустационно, да, как-то смаковать, стараться распробовать, посмотреть, поскольку мы соли не добавляли, может быть, немножко соли добавить, чтобы так вот оттенить вкусы, ну, то есть, в общем, подработать под себя, все-таки мы здесь вам предлагаем блюда, которые надо готовить, но эта готовка, во-первых, несложная, во-вторых, не так уж и продолжительная, и главное, это то, что делают эти блюда полезными, вот, друзья, ну, тогда до новых встреч, у нас сейчас учеба будут в режиме вебинаров, идти каждый понедельник, так что я приглашаю вас на следующие вебинары, до свидания, друзья. вебинаров, вебинары, Продолжение следует...